МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю, шановные глядочи. Мы продолжим свою работу в прямом эфире и будем вместе с вами обсуждать ту тему, о которой, ну, по крайней мере, с гостем программы Юрием Котляревским, мы говорим уже на эту тему практически с начала войны, да, Юрий Ильич, насколько я помню, и это действительно правда. Мы говорим о той ситуации, когда война закончится, она все равно закончится, я оптимист, победой, миром, хотя будет очень сложно, особенно в послевоенный период. И об этом хотелось прежде всего поговорить, поговорить о том, какие моменты и моменты, связанные с психологией, моральным каким-то внутренним состоянием, ожидают, на мой взгляд, без исключения каждого из нас, так или иначе, наших детей, которые постарше или помладше наших родных и близких, всех людей без исключения, кто был на фронте, кто был на Майдане, кто был рядом, кто вообще считает, что войны нет и в его жизни никаких изменений не происходит, снег вот выпал большой. Вот это изменение, вот это событие. Но в начале, в начале нашей программы я бы хотел вспомнить о двух еще моментах. Большой праздник Рождества Христова. Христос крестится у Ричси Йордан, так отвечают в Украине. У всех, кому близок этот праздник, кто чтит традиции, вас большим праздником. Отмечайте, но будьте аккуратны, потому что время такое сложное, но праздник есть праздник. А те, кто не отмечает, у вас тоже будут праздники, я не сомневаюсь, что они у вас есть. Еще один момент, почему хочется об этом говорить. Так или иначе, еще раз скажу, каждый из нас в теме войны. И большая ошибка, на мой взгляд, говорить о том, что кто-то утонул в войне, кто-то не может вернуться из этой темы в мирную жизнь, в мирный эфир. На мой взгляд, это большая ошибка. Дело в том, что кто и как эту войну воспринимает. Рядом она, твоя она. Вот, наверное, вот это главный, ключевой момент, когда ты, наверное, отчасти действительно тонешь в этой теме, тем не менее, говоришь о ней много, часто, для того, чтобы наступил быстрее мир. Это вот мои личные такие эмоции. 20 января решение, наверное, за президентом или за кем-то еще, по крайней мере, ветераны Донецкого аэропорта, есть у нас уже такая категория людей, ветераны Иловайска, Дебальцева, обратились к главе государства с тем, чтобы 20 января в Украине отмечался день памяти, прежде всего, день памяти наших украинских киборгов, защитников Донецкого аэропорта. Будет ли такой день в нашем официальном календаре, я еще не знаю. Тем не менее, мне хотелось бы вспомнить тех ребят, которые 242 дня обороняли Донецкий аэропорт. Сейчас без оценки того, надо было это делать или нет. А те, кто не вернулся, давайте вспомним тех, кто защищал каждого из нас, чьи останки. И миссии «Черный тюльпан», например, удалось привести на экспертизу, как минимум, для начала в октябре, уже теперь прошлого года. Донецкому аэропорту посвящается. Все высказать Донецким, такая, брат, тоска. Аэропорт в Донецке бьет пуль саму изга. Аэропорт в Донецке, Энтебе и Кабул. Полит форпост советский, а в сердце снова гул. Гулага в Польше, Эстонии, повышенных надежд. Ты слышишь, Прага стонет, и стонет Будапешт, и кровь, и плащ в Берлине. Берлинская стена, а нынче в Украине объявлена война. Словес высоких мнимость, всей чаши не испить. Но есть неотменимость, чтоб живу быть, чтоб быть. И нужно помнить, кто ты, и нужно страх меть. Бойцы небесной роты уже идут на смерть. Чтоб свет без перерыва, чтоб Родина, душа. По ним свиные рыла, поля тыс, калаша. Чтоб все разъять, прикончить, в лечитах кровь и шерсть. Но снова колокольчик звонит под утро в шесть. Вот взгляд разъят криком. Но дух всегда один, храним и высшим ликом, народ непобедим. Все высказать в Донецке, такая брат тоска. Аэропорт в Донецке бьет пульсом у виска. Бьет пульсом у виска. Вот потому что не все равно и бьет пульсом у виска. Многих из тех людей, которых вы видели сейчас в этом видеоклипе, в этой видеоработе, к сожалению, уже нет. Нет в живых. Вечная слава героям. Юрий Ильич Котляревский. Говорим о том, что нас ожидает после войны. Юрий Ильич, у каждого действительно восприятие войны, оно разное. Есть оно и у вас, но вы очень часто, по крайней мере, в разговоре со мной, говорите о том, что нас ожидает после войны. Так что нас ожидает после войны? Знаете, у вас в передаче тоже говорили неоднократно о посттравматическом синдроме. Говорили о близких событиях и о тех людях, которые пришли с серьезными психическими травмами и сейчас лечатся. Я обратил внимание на то, что этот круг резко сужен самой постановкой задачи. У нас травмировано все общество. Я вспоминаю 50-е годы. Я в 54-м, может, в школе учился. Одесса в 50-х годах – это город, населенный людьми, которые все так или иначе прошли через войну. Через оккупацию или через эвакуацию, или просто участвовали в военных действиях. И я не очень понимал, почему они все проблемы решают криком. А я теперь уже во взрослом состоянии вспоминаю те времена, да, я понимаю, что это были люди, которые смотрели в глаза смерти, которые прошли через голод, через лишения. И невротизация тогдашнего населения была повальной, сквозной. Я не говорю о самих ветеранах из раненых, мы их самоварами называли, потому что они были без ног, часто одна рука, там вот милость не собирали. Но не производили впечатления трагизма. Они были очень изобретательные, даже по-своему веселые, поскольку искали еду каждый день. С утра до ночи это было их единственное занятие. И ни одного из них невозможно было затащить в школу на совет дружины, на пионерский отряд. Я потом понял, почему они не знали, что можно говорить, чего нельзя. А потом их просто вывезли из города. У них-то война была своя, извините, безногая, безрукая, да, а требовалось совершенно другое, парадные расчеты, например. В том-то весе фокуса существовало как минимум три реальности. Реальность эвакуированных, потерявших детей, мою бабушку и дедушку, которые потеряли трех треновей на фронте. Была внутренняя трагедия, которая тоже при мне происходила. Было внешнее, постоянное выяснение отношений, кто что делал при румынах, да, с постоянными обвинениями. И была официозная, помпезная, потому что после 60-го года как-то сразу появилось огромное количество ветеранов войны с медалями и орденами, у которых были и руки, и ноги. Я не знал, что это были изоградотрядовцы. Я потом понял, почему они охотно говорили. Они все рассказывали что-то, но все рассказывали одно и то же. То есть им можно было посещать соответствующие детские учреждения, поскольку они знали, что нужно говорить правильно. А травмировано было все общество, и травма эта не сразу проходила. У нас, если посмотреть, даже фильмы художественные сняты о войне в конце 40-х. Фильмы, снятые во время войны, фильмы, снятые в 50-е, в 60-е. Это разные фильмы. Это фильмы про разные войны, снятые совершенно с разными режиссерскими концепциями. То есть у нас сама мифология военного времени менялась вместе с уходом травмированных. И у нас и песни были такие непомпезные. Вспомните Марка Бернеса в полях завислой и сонной, лежат в земле сырой, сережка с малой бронной и виска с муховой. И это было «Враги сожгли родную хату». Это действительно, кому горло дать. Это были песни трагические, а не победительные. Победительные пришли потом уже, в 60-е. Мне кажется, что мы, говоря о посттравматическом синдроме, не забываем, что у нас сейчас происходит моральное втягивание в военные отношения огромной части населения. А какая-то часть населения, молодежь, как бы экранируется, старается не замечать. Как бы мы живем своей жизнью, война. Я не мог в Новый год, я в России был у дочери в гостях, в Новый год, когда надо было поднять тост. Я говорю, ребята, вы извините, но мне надо поднять тост за тех ребят, которые сейчас в окопах. А я видел даже по близким людям, что не царапает. То есть это одно, а это другое. И то, что я это переживаю как трагедию личную, это у меня свой опыт послевоенный. А у теперешних молодых, он появится, видимо, тогда, когда у них появятся свои дети. Вы сейчас говорите о молодых с той, да, российской стороны. Почему моя дочь закончила Решильевский лиц? Нет, это я знаю, я не к тому. То есть восприятие, наверное, здесь все-таки другое или нет? Или мы хотим, чтобы оно было другим? Я думаю, что мы хотим, потому что в Одессе очень многие люди, особенно молодые, снимают свою пенку со своего возраста и не парятся с ситуацией на фронте. Хотя среди них очень много людей призывного возраста. Как там они с военкоматом решают вопрос, можно догадываться. Но у нас огромное количество людей, которые как бы счастливо живут. Так было и во время той войны. Было огромное количество людей, которые здоровы, живы и сильны. И при этом у них есть справка, позволяющая не идти на фронт. Он об этом Солженицын писал, что в тылу, в Ташкенте он встречал огромное количество вполне боеспособных ребят, которые очень весело проводили время военное там. Поскольку мужик был в большом дефиците, и были все границы смяты, война все спишет и так далее. Все это описано в литературе неоднократно и в отечественной, и в тюремной, и в зарубежной. Я говорю о Ремарке, я говорю о Хемингуэе. Там можно посмотреть, как целое поколение выходит из войны с жесточайшими травмами психологическими. Эти травмы описаны не психиатрами, не учеными, только не столько ими, сколько литераторами, и литераторами известными. Потому что война во многом из журналистов Хемингуэя сделала писателя. Мне кажется, что у нас последствия этой войны еще долго будут сказываться на моральном здоровье нашего населения. Они будут проявляться, во-первых, в попытке тех, кто не участвовал, заявить о своем участии. Мифологизация. Таких уже хватает. Я думаю, что это как раз та порода людей, которые будут все время приписывать себя к войне. Кроме того, есть люди второго эшелона, которые что-то там делали в тылу, проходили туда, помогали и так далее. Им тоже хочется побыть героями. Это понятно. Вы говорите сейчас только о волонтерах? Нет, я говорю обо всем населении. Смотрите скандал последний на телевидении, когда один человек кричит, я имеете в виду, я украинец. Второй отвечает, я тоже украинец. То есть на самом деле в боевой ситуации каждый начал тянуть на себя одно и то же одеяло. Друг друга ненавидя. В качестве последнего аргумента, я украинец, говорит армянин грузин, и тот наоборот. Ребята, что случилось? А мы друг друга просто в такой форме ненавидим. То есть мифологизация, культура коммуникации, та, которая и есть, общая грамотность, общая культура личности, она то, что мы от родителей унаследовали или не унаследовали, все это полезет вверх. И в плане мифологии, и в плане сатисфакции, и в плане вообще говоря отделания карьеры. Потому что понятно, что можно получить какой-то документ или зафиксировать. Я о войне писал вот в такой форме. Вот мои публикации того времени. И все. Понятно было, что многие даже, вы знаете, вот эта известная фотография, комиссар, это постановочная фотография. Но тогда она выдавалась за натуральную. Бальтер Манс, если не ошибаюсь, автор фотографии, и он создал целую мифологию прямого свидетеля и участника. То есть фотограф оказался впереди атакующий человек. Создание мифологии, это плохо? Нет, это просто так и все. Будет ли с вами мифология вот этой войны, которую вы уже правильно сказали? Война, она разная. Это не хорошо и не плохо. Это просто, это для хороших хорошо, а для плохих плохо. И наоборот. Это по-разному, для разных. Это будет проходить и нивелироваться не одно поколение. Поскольку эта война очень жестокая, она во многом гражданская. Во многом. Мы из одной страны по разные стороны баррикады. Но гражданская вы вкладываете в это понятие другое. Это граждане бывшей страны СССР. Прежде всего. Это гражданская война внутри несуществующего СССР. И в этом смысле она страшная, она безжалостная. Она не требует переводчиков. Мы говорим друг другу одни и те же слова. И говорим, поем друг другу одни и те же песни времен Великой Отечественной войны. И в этом смысле эта война на самом деле гораздо страшнее и опаснее просто Отечественной войны. Для формирующейся политической нации украинцев это война Отечественная. Для сепаров эта война, вообще говоря, внутри Советского Союза, она гражданская. Для россиян, которые сюда приезжают, это война за их прежние установки, за их прежние ценности. За то, от чего мы сейчас отказываемся. Эта война совершенно беспощадная. Это имперские ценности? Да. Их можно назвать имперскими. Но дело в том, что империи рано или поздно гибнут. Российская империя одна из самых подлых и самых как бы мрачных за всю историю человечества. И она, как видите, гибнет и рассыпается тоже медленно. Медленно. И сейчас мы имеем дело с осколками Российской империи. Часть из этих осколков хочет уйти. Огромный осколок хочет, наоборот, интегрироваться и замедлить этот процесс. И все это проходит через сердца и умы людей. Поэтому мы говорим о посттравматическом синдроме целой нации и значительной части населения материка. Потому что сейчас такой же раскол в Израиле, такой же раскол в Прибалтийских республиках, такой же раскол уже и в Белоруссии. Уже и в Татарстане появилась эта же тематика. Татар 20 миллионов. Извините, пожалуйста, у них нет по существу своей государственности. Их 1 миллион в Москве. Этнических татар, которые исповедуют мусульманство. Которые при этом являются суннитами. И которые, вообще говоря, должны смотреть на российское вмешательство в Ближневосточный кризис, как в какой-то мере цепляющие их национально-религиозные интересы. И это все элементы гражданской войны уже внутри России. И вот специфика путинского режима, имперского, в том и состоит, что они внутренние проблемы России пытаются перенести за ее пределы и перевести их туда, где они будут... И опять-таки цель одна, удержаться на кресле, на кроме. Да, карта кровоточит по тем линиям межгосударственного разделения, по которым провел своей трубкой Иосиф Виссарионович. Это так. Юрий Ильич, ведь не секрет, не надо быть большим специалистом. Мы все люди, не все люди, человеки, да? Как у Горького. Есть люди, есть человеки. На дне. Не зря так назвал, наверное. Пытаемся упростить. Мир черно-белый, это проще. Почему многие рвутся на фронт обратно, да? Там, парадоксальная штука, да? Там проще, ты понимаешь. Вот друг, вот враг. А посттравматический синдром, о котором вы говорите, послевоенное время. Вот не будет ли нам, не будет ли проявляться и появляться у нас желание вот сохранить вот эти рамки черно-белого? Или все-таки пройдя через это горнило, через эту боль, через этот комок горли, мы все-таки попытаемся понять, что мир, он более многогранен. Вы знаете, люди, которые, хороший вопрос, люди, которые выросли в черно-белом мире, они будут искать черно-белых объяснений. Они будут друг друга называть фашистами. Не имея на это никаких оснований. Или имея там, у этого больше оснований, у этого меньше. Смотрите, как спекулятивно себя ведут московские телеканалы, когда просто говорят украинским представителям. Для вас Бандера кто? Для нас Ласов преступник. А для вас Бандера кто? Боитесь в Киев вернуться? Да не в этом дело. У нас мифология разная, и мы сейчас стараемся не обострять отношения внутри государства, скажем так. А вот этот термин, Ж.Д.Бандеровцы, это вообще просто нонсенс. Понимаете, терминологический и понятийный нонсенс. Но Россия с ним носится. Почему же ничего другого нет? Я думаю, что со временем этот раздел, кровоточащий раздел начнет ослабевать. Мы все равно соседи по карте, и появятся взаимные интересы, как появились они с Германией. Как в 60-е годы во время суда над Эйхманом Израиль договаривался за кулис на СФРГ не выдавать целый ряд вещей. В 60-е годы, когда многие генералы Бундесфера были бывшими офицерами вермахта. И Израиль пошел на переговоры, когда государственный и национальный интерес этого потребовали. Никуда не денемся и мы. Появятся у нас смягчающие обстоятельства и объяснения. Мы и сейчас торгуем с Россией. Мы и сейчас взаимодействуем с Россией. Какие-то экономические рычаги все равно действуют. Просто многие из наших патриотов кричат. Немедленно расторгнут любые отношения. Не брать никакой помощи и не договариваться с негодяями и пархвостами. Сейчас появился... То есть те, которые сотрудничают, это все-таки малые предатели. У нас внутри уже появились такого рода обвинения. Внутри Украины. И это тоже результат вот этого синдрома. Это очень опасно. Очень опасно. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. С праздничком. Воскрещение. На взаим. Вас также. Спасибо. Я хотел бы вас поправить. Вы меня извините. Жидо Бендеровцем назвал первый себя Коломойский. И сделал футболку у себя на груди. У него было написано. Жидо Бендеровец. Не надо обманывать. Никакие русские СМИ не говорили об этом. И другой у меня вопрос. А вы не боитесь, что вам придется в Россию поехать назад? Вы так против российского мира выступаете. Извините, если что-то не так. Спасибо. Все так. Я поехал в Россию к своим родственникам. Я буду это делать и впредь. И я и здесь, и там буду говорить то, что считаю нужным. Это что касается моего самоопределения. Я родился в России на 6 лет раньше, чем в ней же родился господин Путин. Поэтому думаю, что у меня есть все права и возможности ездить туда тогда, когда мне захочется. Если в России какой-нибудь начальник считает иначе, я готов слушать, что они об этом думают. Что касается того, кто раньше сказал, я просто не в курсе и не уверен, что автором этого термина является Коломойский. Я знаю, что термин этот идиотский и во многом оскорбительный. Причем как для одних, так и для других. Поэтому извините, пожалуйста, что я назвал этот термин. Я его слышал в российском исполнении. От Коломойского я его не слышал. Хотя, возможно, и ему понадобилось зачем-то такие вещи. Юрий Ильич, вот сейчас вы отвечали на... Это даже не вопрос был, а мнение телезрителя. Это была реплика. Реплика, да. Но я не знаю, я вот ощутил, мне показалось, когда, правда, говорят, кажется, она перекрестится. Тем не менее, что отвечая на вот эту реплику о том, боитесь вы ездить в Россию или нет, вы сказали, я все равно не боюсь, я поеду, не им решать. Да. Но у меня ощущение, что у вас свой, ну если не посттравматический, практически послевоенный синдром уже, да, война закончится. Вы вот таким образом для себя примерили, извините, некую вот такую, создали Голгофу. Я вот еду в Россию, я там им скажу. Я вот, опять-таки, это не обвинение, вот то, что я почувствовал, на эмоциональном уровне. Вы знаете, вы правы, я переживаю очень тяжелую ситуацию, потому что я там учился и проработал значительную часть жизни. У меня там друзья есть, которые сюда пишут, как ты там, прекрасно понимая ситуацию, и которые сегодня переживают за меня здесь. А я за них там. То есть никуда тут не денешься. У нас в этом году 40 лет окончания университета, и я в мае туда попытаюсь поехать, чтобы встретиться с людьми, с которыми я провел вместе молодость. Ничего тут не сделаешь. Они не участвовали в боевых действиях, многие из них как бы сочувствуют мне. Я не хочу никаким образом... Сочувствуют, потому что жалеют? Вам тут сложно? Нет. Они сочувствуют мне, потому что им очень тяжело воспринимать Украину как враждебное государство. А воспринимают ли они Украину как государство вообще? Безусловно, да. Во всяком случае, многие. Я на эту тему говорил неоднократно в студенческие годы. Была там тематика актуальна, но она скорее была связана не с украинской тематикой, а вообще с национальной, с антисемитской в частности. Но мне как раз очень хорошо сейчас понятно состояние многих национально-мыслящих украинцев. Именно понятно, потому что я еврей. И мне кажется, что такие контакты у нас и родственные, и семейные, и образовательные, я никуда от них не денешься. У нас совместная история. И да, конечно, эти обстоятельства не могут оставить меня равнодушным. Они травмируют, да. И у меня между детьми, которые по-разному воспитывались, по разным сторонам границ, отношения неровные. Какая совместная история? Ну, 300 с гаком лет Переяславской рады, которая... 360 уже. Да, уже, да, да, да. Я же говорю с гаком, с большим таким. Там еще неизвестно, да, что было на самом деле. Но это не тысяча лет, не полторы, не две. Вот, ну какая же общая история? Но, тем не менее, страшная совершенно эта Великая Отечественная война... Может, отсюда, вот здесь проблемы? Да, но дело в том, что, видите, русские ведь тоже переписали свою историю неоднократно и уничтожали свидетельство более ранней истории, которая была не украинской, которая была киевской. Она была русская, это была Русь. Киевская Русь. Ну, наша Русь. Наша Русь, да. Наша. Да, наша Русь, да. Крым наш, да, и Крым все наш, действительно. И Москва основана князем из Чернигова Юрием Долгоруким. Абсолютно верно. То есть, на самом деле... 1147 год. Так вот, ну, это упоминание... Упоминание, да. Ярославль еще раньше... Сейчас про Хаджиби можно, вот эта тема отдельного рассказа. Значит, то есть, на самом деле у нас не просто совместная история, у нас очень много исторических колитий, которые мы по-разному оцениваем, по-разному освещаем факты. И нам еще предстоит долгое время переживать то, что произошло. Во всяком случае, такое нападение, такое количество жертв, всякий раз, когда они заговаривают о перспективах взаимосотрудничества и о том, кто кому что должен, сразу возникает вопрос. Ребята, у нас 9,5 тысяч убитых по официальным данным. Это значит, больше 20 тысяч раненых и оставшихся инвалидами. Это значит, свыше сотни тысяч, это тех, которые остались без кормильца. Я себя позавчера, вчера поймал на мысли, буквально реплика, небольшая в тему вашего ответа. Указ президента завчера, по-моему, или 17 января, о награждении боевыми орденами и медалями. Там список тех, кто посмертно. И это уже полтора года войны. То есть, даже по указам президента можно примерно, да, хотя бы составлять какую-то картину. И там весь мертвый указ. Смотрите, кстати, о синдроме. Какие страшные различия у тех, кто эвакуирован в Западную Украину и сейчас, испытывая определенные трудности, начинает мечтать о возвращении. У меня здесь в этой студии была дама, которая здесь в Одессе возглавляет группу донецких. И они периодически заглядывают, как бы вернуться туда. Но они говорят то, что от них хотят здесь слышать. А те, которые сидят в Хабаровском и в Иркутском краях, те говорят там, то, что хотят там от них слышать. И тоже хотят вернуться на Донбасс. Смотрите, какая поляризация уже дончан. Связана с тем, что их кто-то принимает, но они же вынуждены принимать позицию того, кто их кормит, принимает, одевает, лечит, обучает их детей и так далее. Будет третья позиция, когда они вернутся. Увидят отжатые квартиры. Да. То есть, на самом деле, это не просто гражданская война. Это война всех со всеми. И все союзы временные, и все условия взаимодействия непостоянные. И это будет не одно поколение продолжаться. То есть, это травмированная страна, травмированное общество. И управлять-то придется вот этой страной, вот этим обществом. В котором значительная часть людей прошли через вот это маргинальное состояние, которое невротизировано, которые действительно поражены в саму основу, как бы, самоуважения. Вот там, где должно зиждеться самоуважение человека, самоощущение личности, там, на самом деле, глубокая рана. Рана, нанесенная близкими родственниками и соседями по карте, понимаете? От которых никто этого не ожидал. Рана, нанесенная ударом в спину, без предупреждения, в момент ослабления государственности. Предательски поступили с Украиной. В тот момент, когда тут все менялось, и не было вооруженных сил, достаточно серьезно подготовленных. Был нанесен удар в спину. Вот теперь отжали Крым, теперь бросились на... И сейчас мыслят о острове Змеином, мыслят об Одессе, мыслят снова о Мариуполе. Никуда ничего не ушло. Путин пока что не отказался ни от одной из своих задумок. Особенно по югу Украины, в частности, в Одессе, это да. Юлия Ильич, вопрос конкретный, и хочу такой же ответ. Вы простите русских за то, что они сделали здесь? Груто. Хорошо, россиян, если кому-то нравится. Вы знаете, это ведь вопрос не о состоянии. Я попытаюсь сказать. Ну, если односложно сказать, конечно, нет. Конечно, нет. А где вот это нет закончится? Где появится, да, я простил. Я скажу, где. Когда я увидел в Петербурге людей, которые вышли с плакатами и с лозунгом «Простите нас, украинцы», пришли к украинскому посольству, консульству, которых избивали и загоняли в автозаки, и увозили, и они снова приходили. Я видел этих людей, я видел репортажи. Их не так много, но они... Их очень мало. Но выйти у нас на митинг, вообще говоря, гораздо проще, чем там в России. Надо понимать мужество этих людей, которые пришли к нашему консульсу с тезисом «Простите нас, если можете». Вот этих людей я бы хотел, чтобы показали еще, чтобы мы увидели этих людей. Людей, которым совестно. Я вчера читал огромное эссе Игоря Яртенева, который написал об этом. Да, звонок у нас, да? Да, есть звонок, давайте ответим. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. С праздником вас. И вас виталий. Знаете, вот вашу тему, хотелось бы сказать на тему «простим, не простим». Могила моего деда находится в Ростовской области. Она сквернена сегодня российскими наемниками и танками, которые там сегодня гоняют. И идут убитого деда в 41-м году во время контратаки. Они все там погибли. Мой брат сегодня в Старогнатовке. Реально в Старогнатовке, которую обстреливали буквально неделю назад. Вот он отбивается. Как я их прощу? И мне недостаточно 15%, которые будут стоять. Да, спасибо им большое. Мне надо 150%, как у них на выборах, как вот у них 150% стоят на коленях и замаливают. Как когда-то это сделал президент Германии по отношению к еврейскому народу. И второе. Когда президент Российской Федерации, так называемой, заявил, мы русские и мы победили, тем самым плюнув вам, мне, в могилу моего убитого деда украинца. Моего деда болгарина, который был убит в 905-м году в Цусиме. Из Бессарабии в Цусиме был убит. Нас ни болгаров, ни украинцев, ни евреев, ни молдавани не считали строителями той империи. Мы сидели на лавочке и отдыхали в то время, когда они великие все строили. Ну пусть теперь покажут, насколько они строители. Всего доброго. Спасибо. Тут возражать нечего. Спасибо. У нас минуты. Я согласен. Да. Эта позиция абсолютно оправдана. Она естественна и гармонична. Просто есть люди, которые более склонны смотреть обе стороны, слушать аргументы с двух сторон и искать площади соприкосновения. Какие-то линии контактов. Готовы восстанавливать какие-то культурные связи и так далее. Есть люди, которые не в состоянии простить, которые много сами потеряли. Есть люди, которые погибли, которые ранены после бомбардировок, которые украинские вооруженные силы делают. Юрий Ильич, смотрите, разум, конечно, подсказывает. Да, и профессиональный, в том числе, опыт, и жизненный опыт, что есть доля правды в ваших словах. Надо пытаться воспринимать. Упаси Божий, говорит, там примирить. Я не к тому, чтобы не мирились. Не сейчас точно. Но сердце, вот сердцу не прикажешь. Вот я лично хочу, чтобы не стали на колени. Ну, как-то вот так на сегодня. Извините за эмоции. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова